Давайте посмотрим скрытая правда о главной банде геймеров на ютуб, DeadPi47 Cargaz Official, Майзенберг, а где Рейден? Долгие годы геймеры играют, в игры страдают, в играх покупают, в игры донатят, в игры даже создают каналы по играм, чтобы высказывать свое честное, неподкупное всем нужное мнение о играх для обычных геймеров и женщин, чтобы спустя определенный промежуток времени набрать аудиторию и стать частью геймерского сообщества, лутая при этом по пару мультов в месяц. И я тоже являюсь... Бля, хотел бы лутать по пару мультов в месяц. ...пястью геймерского сообщества, хоть и небольшим, но являюсь. Это мой дом! И за последнее время блогеры сильно изменились, какие-то упали, какие-то поднялись, а какие-то так и остаются непотопляемыми. А кто-то только начал свой путь в последние дни жизни ютуба, которые то закрывают, то открывают, то заметят. Бля, кстати, я пока летел из Японии, посмотрел видос Ануара, Ануара, который, этот, друг Бэткомедиана. И что-то я не понял. То ли он видос долго снимал, и уже тема перестала быть актуальной, то ли он реально, он что-то пиздец там, типа, как-то запаниковал из-за всей этой темы. Как-то даже грустно. Ну, чувак долго шел, типа, к своей нынешней аудитории. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты батлнет и плейстейшн. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на донатов.нет. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. КОГО? КОГО АССАСИНО? Погодите, КОГО АССАСИНО? Мне не послышалось. Погодите, я прослушаю еще раз. КОТОРЫЙ ТО ЗАКРЫВАЮТ, ТО ОТКРЫВАЮТ, ТО ЗАМЕДЛЯЮТ, ТО НЕ ЗАМЕДЛЯЮТ. И НА ФОНЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЛИЗОВ НИГЕРА АССАСИНО, КОТО... Может, не послышалось, может, другое слово было. ОСУЖДАЮ, БЛЯТЬ. Ну, типа, чел. Еб твою мать, осуждаю. КОТОРЫЙ ПЕРЕНЕСЛИ, И КОТОРЫЙ, ВИДИМО, МЕСТО БИТВЫ С ВРАГАМИ БУДЮ ЧТАТЬ РЭП. И КАЛЛАВ ДЮТЬ И БЛЭК ОП 6, В СОЗДАНИЕ КОРОГО БОББИ ГОТИК УЖЕ НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЯ. Вместо него Мэтт Бути, который отвечал за продвижение и развитие Майнкрафта. Видать, играть будем уже в кубический КАЛЛАВ ДЮТЬ И БЛЭК ОП 6 для ДЕТЕЙ. И пока я жду выхода тех двух замечательных игр, параллельно рассчитывая, сколько дней я могу провести без еды, я решил рассказать о нескольких своих любимых блогерах, которых я смотрю, которыми восхищаюсь и которых я ненавижу. И зайдя на канал ДЭТПИ 47, он сразу дует понять, что на его канале только оригинальный и качественный контент. С однотипным геймплеем КАЛЛАВ ДЮТЬ И НА ФОНЕ. Ладно, хотя бы в каждом ролике разные футажи КАЛЛАВ ДЮТЬ. Ведь только он знает, какие у меня любимые игры с повесточками, покупает их, когда они никому не нужны, и играет в них вместо меня, и даже лишается доступа к играм вместо меня. А также обсирает любимые бесплатные игры каргоса, сравнивая их с казино, при этом сам же донатив это вайфу казино, чтобы покрутить. Но больше всего я остаюсь вопросом, что означает его ник. Если ДЭТ значит мертвый, то ПИ означает пошел, но что значит число 47? Я долго думал над этим вопросом, и поначалу думал, что это означает возраст, IQ или количество матерей, к которым он сходил в гости. Но посмотрев на его количество созданных видео и подписчиков, появляется мысль, что при достижении 470 тысяч настоящих мужчин и 469 видео, то на 470 видео он выпустит ролик, что все звезды сошлись, у него появились дети, и вообще он нашел себе девушку и стал натуралом. Я натурал. Конечно, он будет это отрицать, ведь он является геймером и делает контент только для настоящих геймеров. Что даже все его ролики начинаются с фразы Здорово, геймеры! Что подчеркивает его принадлежность к субкультуре настоящих геймеров без меров. Он идет даже на радикальные меры и выпускает видос, что все девушки-геймеры опасны, чтобы подтвердить, что он не является натуралом. В принципе, все женщины в интернете, это просто искусственный интеллект, и нас обманывают, чтобы развести на деньги, обещая нам мечту того, что, возможно, когда-нибудь мы встретим свою любовь. А отсюда можно сделать... Бля, я тогда проснулся с Будуна, мне нужен был какой-то видос, чтобы въебать интеграцию, и я такой, типа, блядь, сделать паровли над женщинами, что-то вообще не сценарий, а нихуя. И люди реально смотрели такие, да, база, блядь. Пиздец. Хоть один вывод. Да нахуй женщин, нахуй баба. Даже декорации в его комнате специально выглядят как мусор, чтобы скрыть тот факт, что он натурал. Ведь настоящий геймер не умирается в комнате. Он живёт на помойке, ведь уже давно проебал всю квартиру в гаче, благодаря Каргасу, который и сам оставил там свою квартиру. Да и так и есть. И весь контент деда можно разделить на 4 типа. Обзоры на игры, обзоры на новости, падение стримеров и обсирание гачи-игр, в которые он постоянно играет и даже... Чел, типа, монтаж сделал, нихуя себе, уже, блядь, в 10 раз лучше, чем у меня. Да, натит в них. Ясно. Ладно, покупаем подписку, ладно. И отрицает то, что он амбассадор гачи-игр, и не хочет в них играть, и что это всё только ради денег. Чтобы хуеверсы становились ещё богаче, а Дэдпи ещё беднее. Я считаю, что фанаты гачи заслуживают жить в полной нищете. Ёбаный рот! Я не играю в гачу. Я вообще не играю в гачу. Когда я был в Японии, там везде реклама гачи, все в бетро играют в гачу. Я себя начал чувствовать неполноценным в Японии, потому что я по дороге домой, мне не было гачи, в которые я мог покрутить, поиграть. Там реально каждый играет в гачу, у каждого есть какая-то своя гача, в которую они играют. Везде самые большие стенды на Tokyo Game Show, если не считать Konami и PlayStation, это были... Короче, Никки. Я не знаю, что такое Никки. Там вроде тёлки жопами трясут и стреляют. Максимальная хуйня для 0 IQ долбоёба. Но у них ебать... Guys, я, короче, такое наснимал. У них там были окошки, которые, типа, задымлены. И там была музыка из игры, потому что, типа, гача, гача, гача. И, типа, как будто ты крутку делаешь. И, бац, появлялись по одной косплеерше в этих, типа, в этих окошках. Потому что ты, типа, выбил себе тёло. Пиздец. Пиздец. Как же японцы любят гачу. По казино, блядь. Даже его аудитория ради таких замечательных гача-шедевров делает треки, в которых благодарит деда за то, что он показал, что такое настоящие игры. А не вот эти вот ваши персоны, Helldivers 2, Зильда, в которые играет быдло. И Гадди Геншина покупает целые компы на 4090, которые стоят как полноценный поддержанный автомобиль. Погоди, а чё за автомобиль такой поддержанный можно купить? 60, за 60 тысяч можно купить? Что это за машины? Это чё за ауди? Это какие годовые, блядь, её можно купить? Ебать. Автомобиль. Меня ждёт гача, где бы ни был я, и даже ночью. Помимо Гачи, он также является амбассадором Call of Duty, и даже не скрывая от этого, и готов покупать её каждый месяц на все устройства и за любые деньги, если бы она выходила. Я люблю Call of Duty, и в своей любви я готов... Разбежавшись, прыгну за скалы. Но больше всего забавляет то, что дед постоянно говорит, что проходил игры на 4090, и даже вставляет это в название, словно у него какая-то эксклюзивная видеокарта 4090 Super Pro Phantasy Version Edition, которой нету у простых смертных. Полного прохождения на RTX 4090. На RTX... Не, ну просто, типа, это психологическая хуйня, по большей части, потому что у вас, наверное, бывало такое, что когда вы хотите увидеть игру на максимальных настройках в топ каком-то этом, вы ищите там Hogwarts Legacy RTX 4090 или что-то подобное, то есть это по большей части чисто ради алгоритма и мемов. Примерно как люди, которые там ищут, не знаю, мобильную игру, как она работает, они такие, как она работает там на айпаде последнем или на айфоне или что-то подобное. То есть, ну это чисто по большей части ради алгоритмов, ничего более. 4090, это и к 4090, ну и плюс, чтобы указать, что у меня есть 4090, что я крутой. Нет мужика, которому... Я и 5090 ради рофла возьму. Мне бы не понравилась такая штучка. И дед скажет, что уже давно перестал говорить об этом и вставлять в название, но описание говорит само за себя. Нет. Ну да, да, чел. Это неправда. Это невозможно. Да и сам дед известен и по другим никнеймам, как продавец голды 47, любитель китая 47 и натурал 47. Лично я жду от деда, когда он ультанет и начнет делать по видосу в день, чтобы назвать его Купленов 47. И, перейдя на другой канал, я сначала подумал, что на канале будет реклама майонеза к пельменям, но я просто прочитал ник неправильно и автор не похож на пельмени. Пельмени. Хорошие пельмени, это очень вкусно. И поначалу, когда я начинал смотреть на майонез, я думал, он ровный тип, двигается кайфово, имеет почти хороший вкус к играм и даже не стесняется. Блять, я до сих пор не понимаю, нахуй я сделал видос по Геншину. По Кеншину был намного лучше. Лучше бы он по Кенши вторую часть сделал. Этого. Пока он не выпустил ролик, где его заставили играть сразу в три гачи игры, как новичка. Видать, условия проживания в подвале Каргаса изменились, и Каргасу стало нужно больше людей, которые будут играть в гачи игры. Создавать аккаунты, а потом продавать их. И он даже не скрывает, что живет в подвале у Карг. Блять, до сих пор помню эту хуйню. Ебать, ебать это смешно было. Причем это сделали буквально за микросекунду. Мы даже еще из бара не вышли, уже сделали эту хуйню. Все ему там комфортно. Когда я монтирую видео Каргасу, хочется уехать в подвал к батюшкам. И хоть контента у Майбенберга не так много, но посмотрев те ролики, я начал понимать, что если Каргаса Мастургача одет против гача, то Майзенберг и их сын, у которого два отца. Один, который заставляет работать в подвале вместе с Рейденом, а второй заставляет играть с ним в игры вместе с Рейденом. Но как тебе нравится? Ты еще за щекой не все вычистил. И посмотрев все ролики начинающего гачиста, я думал, почему же ролики постоянно начинаются... Долгие годы, геймер. Не, мы на самом деле были очень рады, что у Майзенберга залетела эта тема, типа запрещенные моды, вот это вот все, потому что Майз охуенно про все это рассказывает, у него скетчи очень классные. Я думаю, Майз в итоге обгонит и меня, и Каргаса, и когда-нибудь, когда-нибудь я буду, как некоторые известные блогеры, которые уже неизвестны, писать, типа, блядь, дай взайбы. Понял, что у Майберг... Ну ты же помнишь меня. Да, уже долгие годы не было прямого подключения с него двумя... Майз будет выходить, не знаю, из какого-нибудь ресторана в Москве с соленой карамелькой в роскошной шубе к своему Майбаху, Майбенбену. Бля, видосы про тебя от твоих подписчиков всегда такие кринжовые, всегда одни и те же шутки про геншин, натурала и аутистов. Я думал, мы перестали их смотреть, но, походу, тебе давно не сосали. Лю тебя. Не, ну чел, ну иногда, иногда можно посмотреть видос, повышающий твою самооценку. Я не вижу в этом ничего плохого. Вот, а я буду бомжом, который будет... Он такой... Ты, Ленька, ты что ли? Я такой... Да, привет, Майз. Шо, как у тебя дела? Он такой... Ну нормально, там все дела. И он пытается в роликах об этом намекнуть. Ведь как объяснить еще его контент, где практически в каждом ролике у него шутки про члены? Любери это нахуй! Видать, получил санкции от Каргаса за то, что не захотел делать ролики и заставил Каргаса найти нового раба, Рейдена. Пришлось поискать кого-то похудее! И, посмотрев каждый ролик с запрещенными обзорами, превью которых сразу дают понять, что там будет контент характера, который автора устраивает. Но не устраивает меня. Мало того, что у меня у самого ломается психика, цензура, и он не показывает весь контент, ради которого я пришел. Так и у него сама постоянно ломается психика от его цензуры, которую он делает для Ютуба, чтобы его не забанили уже целых восемь раз. Какую психушку вы чё, убораете, что ли? И даже становится интересно, если Каргас, Амбассадор Гачи, Дэдпи, Амбассадор Гачи и Головдьюти, то Майзенберг, Амбассадор Нездуховых Отношений. Я не трахаю бабушек. И я ему даже не завидую, ведь пока он сидит в подвале и делает видосы для Каргаса, Каргас же тем временем пьет пиво с дедом. И пока он пьет пенное нефильтровое... Блин, кто это рисует? Кто рисует эту хуйню? Мне так... Типа... Мой отец знает о моей деятельности в интернете, но... Хотя ладно, отец поймет. Ладно, тут уже... Мне кажется, что как-то... Мои родители уже понише... Отбракованный материал уже... На меня надежды уже никакой нет. О, Ванэ. Я зашел на его канал и подумал, почему этот сексуальный мужчина на аватарке не снимается в Гачи? Пока я не посмотрел его ролики и не понял, что он снимает свое Гачи. ФАК СЮ! ХОЙ-ХОЙ-ХОЙ! А описание канала сразу дают понять, что в роликах не будет расизма, сексизма, гомофобии, национализма. Да, надежда только на сестру осталась. Вместо этого, постоянно реклама вайфу-казино и игр, в которых есть лутбоксы. А кто это есть? И Каргас даже не скрывает, что он амбастер Гача-игр, постоянно играет в них и утверждает, что ему донатят подписчики, чтобы он раздевал школьниц в Гача-играх. Он даже умудрился проебать свою квартиру в Гаче. Но ему переживать не о чем. У него у этих квартир барадюжен. Тем более, когда он выпускает по два ролика с Гача-играми подряд. Мне возможно нужно играть меньше в Гача-игры. И посмотрев все ролики Каргаса, что насчитывает более 18 часов контента, я не нашел у него ни одной бесплатной игры. Гача-игры не считается, в них надо донатить. Короче говоря, я бедный. И ведь после просмотра всех роликов Каргаса у меня кожа начинает принимать оттенки темного. Не, Каргас, я считаю, один из лучших бизнесменов на Ютубе. Каргас очень хорош в коммерческом плане. Это пиздец. Типа, ну, реально. И типа просмотры, которые он собирает, а таких могут только мечтать многие. По цвету, я начинаю становиться феминисткой, и у меня появляется желание играть в Гача-игры, в которые я и так играю. То ли это от роликов такой эффект. Странно, что он не упомянул, что ты еще амбассадор тревелсов. Никто не смотрел то видео, иди нахуй, не сыпь соль на рану, чел. То ли я. Да и сами ролики построены скорее не от игры, которую рассказывает Каргас, а от рекламы для доната в эту игру. С помощью которого можно больше не играть в эту игру, а ходить на настоящую работу. Ведь чем больше людей посмотрят ролики Каргаса про Гача, тем больше людей пойдут играть в эти самые Гача, донатя в их и проигрывая там. Деньги, дом, жену, кошку. И все это ради того, чтобы Каргас смог наконец-то достроить крышу для своего дома. И рявенька, конечно. Зато все так по-домашнему. Он даже сделал ролик, где рассказывал о бюджетных вариантах гейминга, чтобы ты играл в Гача. Он же и так подсадил Майзенберга в Гача игры и держит его в подвале, заставляя его делать ролики для него. Там, конечно, сидит еще и Райден, но он сам винват, нечего было выебываться. И если когда-нибудь Каргас предложит мне пойти в его подвал, что, конечно, никогда не случится, то я не пойду ни под каким предлогом. Не, в подвале Каргаса создаются легенды, я считаю. В подвале Каргаса... Как... Вы смотрели «Властелин и колец»? Там был момент, когда показывают котлы, в которых, короче, орков хуярят. Типа их из грязи какой-то... Короче, это подвал Каргаса. Разве что лишь за RTX 5090. И только лишь благодаря этим блогерам, которые постоянно делают контент по играм и новостям. Хорошим или плохим, с повестками или без повесток. Для людей и женщин высказывать свое честное и неподкупное мнение. И я сам вдохновился и решил стать таким же обзорщиком игр и новостей на ютубе, пока его не закрыли. Шансы добиться успеха у меня есть, хоть они и малы, как свободное время Майзенберга и Рейдена вне подвала, но не есть. Ведь кто я такой, чтобы судить о твоих любимых блогерах, которые сами не знают, гачи игры это хорошо или плохо? Судяйте их образ жизни, их игровой вкус, их контент. Хуйня. Все просто, я... Генни, миллиардер, плейбой, филантроп. И просто черной клоун ютуба, который хочет, чтобы ты ставил свой чиназос под мои ролики и смеялся, пока я иду ебашей 12-часовую смену на завод. Я не понравлюсь твоей маме. Ты хуй с ней. Ну, допустим, Arena Breakout Infinite и Escape from Tarkov одинаковые игры. Почему? Узнайте в следующем ролике, когда я вернусь с завода. Чел, Arena Breakout настолько уже нахуй никому не нужна, что они даже рекламу у меня покупают. Типа, эта игра просто... Ну, китайцам, наверное, нужна, но все просто поняли, что это Pay2Win помойка ебаная. Там вначале кто-то ее оправдывал тем, что, дескать, ну, вообще-то, если ты играешь, ты тоже там можешь заработать деньги, типа, ну, да, но в этом и есть Pay2Win, то, что ты можешь играть, зарабатывать там деньги внутри игры, а кто-то может их себе просто купить и докупить снаряги и выебать тебя. Типа, я не совсем понимаю эту хуйню. Да, гэс, сходите, так, кину ссылку в чат, можете поддержать начинающего ютубера, ютубера, вот, мне кажется, что он будет очень-очень благодарен.